В этом видео я хочу поделиться с вами секретом, как расписывать мухомор, чтобы он выглядел так реалистично, как будто только что из леса. Работать мы будем акриловыми красками от фирмы Ладога и Таир. Также мы будем использовать темперную краску белого цвета. Для чего нужна именно темперная краска, я вам объясню чуть позже. Палитра. У меня в качестве палитры обычная керамическая тарелочка, очень удобная. Для работы с плотными цветами я беру плоскую квадратную кисть синтетика. Для работы в акварельной технике я беру вот такие кисточки с таким борсом эко-белка. И собственно сама заготовка, которую я предварительно загрунтовала, чуть-чуть подкорректировала форму канцелярским ножом. Об этом я уже вам рассказывала в сториз. Загрунтовала я ее в один слой. Больше не нужно, потому что дерево и так само по себе имеет хорошие адгезионные свойства. Можно было вообще не грунтовать, но для того, чтобы краска ложилась более ярко, я все-таки один слой и буду нанесить. Один тоненький слой. На шляпке мы выполним градиент от светло-желтого цвета до ярко-красного. Берем акриловую краску и выдавливаем на палитру все необходимые для нас цвета. Это красный, Желтый Красный и желтый пока. И начинаем выполнять градиент. Берем нашу плоскую кисточку. Начинаем с желтого цвета. По краям наносим плотненько желтый цвет. Такой полосочкой. Если какая-то краска зашла на внутреннюю сторону грибочка, мы ее убираем влажной салфеткой сразу же, потому что потом будет тяжелее. Это все. Вот, мы сделали такую жирненькую полоску. Далее мы берем красный и желтый цвет, размешиваем, получаем оранжевый. И также полосочкой наносим уже на верхушку. На верхушку шляпки, конечно же, как вы уже догадались, мы наносим красный цвет. Теперь самое интересное, как мы все это будем растушевывать. Мы моем кисть, отжимаем воду с нее, промакиваем салфеточку, кисть. Чтобы она не была сильно прям влажная. И начинаем потихонечку растушевывать. Чтобы не было резких переходов. Сильно не нажимаем на кисть. Иначе, тогда мы можем стереть вообще полностью краску. И будет некрасиво. Ну вот, уже краска высыхает, уже не так легко с ней работать. Так бы, конечно, если бы я сама это делала, без разговоров, без видео, я бы сделала бы это быстрее. Посильнее намочим. Видите, если сильно намочить, то краска стирается. Нам этого вот как не надо. В общем, градиент это такая техника, что с виду кажется, что это очень просто. На самом деле, не просто. Продолжение следует... Еще немножко берем цвета оранжевого. Добавляем там, где у нас полосы. Как видите, у нас получилась такая шляпка. Не совсем, конечно, однородный цвет. Если присматриваться, имеются полосы. Поэтому я рекомендую шляпку, чтобы шляпка подсохла. И пройтись еще вторым слоем по шляпке уже после высыхания. Вот таким же образом. Красным, оранжевым и желтым. Тогда будет ровный, красивый цвет. Все, мы нанесли второй слой и сделали красивый градиент. Теперь приступаем к ножке и к нижней поверхности шляпки. Если мы заметили, что во время прорисовки шляпки что-то попала, какая-то краска сюда, на эту сторону, то нужно, конечно же, грунтом или белой краской закрасить. Далее будем работать в акварельной технике. Уже не будем наносить так густо краску, как мы нанесли на шляпку. Больше будем расплавлять водой. Набираем на кисточку побольше воды. Обязательно побольше воды. Смешиваем охру и коричневый цвет. Добавляем еще воды. Делаем цвет прям максимально-максимально разбавленным, максимально водянистым. Он должен быть прям очень-очень светленьким. Это вот самый первый слой акварельный идет. Он у нас самый светлый. И вот этой разбавленной краской прорисовываем полоски на нижней части шляпки. Видим, ага, слишком темно, да, слишком темный цвет. Нам нужно вообще прям очень-очень разбавленный. В таких ситуациях мы берем нашу салфетку, промакиваем кисточку, чтобы она впитала в себя лишний пигмент. И, как видите, уже цвет не такой яркий. Ближе к серединке у нас темнее будет цвет. Если сильно темно получается, просто промакаем кисть в воде. И прям мокрой кисточкой, как будто такую заливку выполняем. Растушевываем и заливаем такой бледной-бледной краской ножку. Там, где у нас основание ножки, здесь мы потемнее сделаем цвет. Так как ближе к земле, потому что здесь должна быть немножко темнее. Также прям вот по очень мокрой поверхности. Легонечко так растушевываем кисточкой. Ждем, когда все высохнет. И приступаем ко второму слою, который будет уже более темным. Итак, мы нанесли один акварельный слой на нижнюю часть, на ножку мухомора. Теперь нужно шляпку покрыть глянцевым лаком. Да, сначала мы покрываем глянцевым лаком, а потом только добавляем вот такие хлопья. Лак у меня такой. Универсальный акриловый глянцевый лак от фирмы Таир на водной основе. Лак наношу плоской, широкой, синтетической кисточкой. Тоненьким слоем. В два слоя. Можно было бы, конечно, и матовый лак нанести, было бы тоже симпатично. Но в природе же у нас мухоморы все-таки с глянцевой шляпкой, поэтому делаем с глянцевой. А на ножку нанесем матовый. Наша шляпка высохла. Теперь приступим к тому, чтобы нанести на нее вот такие точечки. Это мы будем делать уже не акриловой краской, а темперой. Темперной краской. Почему именно темперой? Вообще, я просто хочу рассказать, какое у них отличие от темперой от акриловой краски. Акриловая краска, она более такая полупрозрачная. Она больше подходит для того, чтобы рисовать, допустим, в акварельной технике. Что-то такое нежное, легкое. А темпера, она более плотненькая, очень укрывистая. Она, если мы сейчас попробуем выдавить, она прям такая плотная и густая. Если мы нанесем такой краской точечки на шляпку, то они будут фактурными, объемными. Вот, если присмотреться, они как бы, видно немножко объем у мухомора, у этих хлопья. Если мы то же самое пробуем сделать белилами титановыми акриловой краской, то она просто растечется. То есть, помимо того, что она будет полупрозрачная, она не перекроет свет этот яркий с одного раза, она еще и растечется, просто будет плоская. Поэтому для таких целей, чтобы именно что-то выделить, какую-то фактурность придать, а для этих целей нам понадобится именно темпера. Опять работаем в акварельной технике. Коричневый цвет и охра. На этот раз у нас будет больше коричневого. И рисуем полосочки тоненькие. Чуть потемнее и чуть покоричневее. Также много воды берем. Берем черный цвет, коричневый, охра и черный. За счет многослойности вот этой от светлых цветов к темным создается такое ощущение, что плоская вот эта вот часть становится как будто объемной. Теперь нам может показаться, что гриб с нижней стороны какой-то слишком темный. Мы берем темперу, выбеливаем и добавляем фактурности тоненькой кисточкой. Осветлили гриб. Осталось только нанести землю. Как здесь, это делается губкой. Обычной губкой, кусочком губки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok